The wallet itself has a real history of everything. ...кликаться о церкви впервые. ...в listed outline. Вот, эпикапель, не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал антиох-эпифан. Готовы? You ready? Готовы? Еще пару слов о волках и потом о другом. Второе Коринфянам 11, 14 говорит о том, что дьявол является под видом Ангела Света. Первое Фессалоникийцам 2, 9 говорит о том, что Антихрист придет и будет совершать чудеса и обманывать людей. Если человек совершает чудеса, не значит, что он от Бога. Мошея совершал чудеса и слуги фараона тоже. Правильно? Если это сверхъестественно, это еще не значит, что это от Бога. Ишуа сказал, смотрите на плод в жизни человека. Смотрите на плод. Когда увидите плод, будете знать. Нельзя спрятать плод. У хорошего дерева хорошие плоды. Добрый пастырь будет любить людей и будет плод от этого. Нет идеальных земных пастырей. Но можно видеть добрый плод. Деяния 20, 26-31. Там сказано о волках, которые придут в общину после его ухода. И он говорит о том, что придут внешние, а кто-то поднимется изнутри. Но он говорит, они проявятся после моего ухода. Почему? Потому что когда там был Павел, они боялись. Потому что Павел бы противостал им. Но новые лидеры будут испытаны. Всякий раз, когда есть новые лидеры, волки, они будут испытывать этих людей и смотреть, стоят ли они на страже овец. Они будут бросать вызов в общине. И плод волка — это разделение. Разделение. Пастырь собирает овец. Служит людям. Валентин, Татьяна, они собирают лидеров, служителей с разных стран. И они не говорят, вы должны присоединиться к нашей группе. Все могут приехать. Это правильный путь. Понимаете? И часто люди контролируют других людей. Они говорят, если ты будешь в моей команде, ты не можешь разговаривать с другой командой. Я должен тебя изолировать от других. Не общайся с другими церквями. Никакого контакта с другими. Я думаю, что самое большое испытание для служения это когда вы имеете взаимоотношения с другими людьми, которые служат, верят и действуют по-другому, чем вы. Я не соглашаюсь со всем, о чем учат католики или православные. Честно. С некоторыми вещами я совершенно не согласен, я вижу по-другому. Но это не значит, что я не могу иметь дружеские взаимоотношения с католиками или православными. Я знаю миссионеров в Мексике. И Господь мне сказал, что я хочу, чтобы ты работал с католиками. И Бог проговорил одному человеку, он был пятидесятник, и он сказал, я хочу, чтобы ты работал с католиками. И Бог отказался, и Бог продолжал ему говорить, что ты должен сотрудничать с католиками. Он сказал, нет, я не согласен с ними. Но Бог сказал, слушай, я не соглашаюсь со всем, что ты делаешь, но я же с тобой работаю. Понимаете? Будьте осторожны, смотрите, как высоко вы забираетесь на свою лошадь. Есть многие люди, которые любят Господа, но верят по-другому, чем вы. Возможно, они в библейске не совсем правы в каких-то своих взглядах. Но во многих случаях они действительно доверяют Ишуа. Они молятся Ишуа и просят о спасении. Будьте осторожны, не судите. Нет ничего плохого при этом, в том, чтобы учить истине. Ту, которую вы видите и понимаете, которая изменила вашу жизнь. Это хорошо, прекрасно. Но не будьте эксклюзивными. Не говорите, что я разговариваю только с теми, кто думает, как я. Понимаете? Это очень важно. Еще об одной сфере поговорим. Помните, я говорил о гаванитянах? Которые были очень умные. Которые не чистили зубы и пошли к Иисусу Навину. Были грязные от них, плохо пахло. И они сказали, давай заключим союз. И они заключили договор. И они сказали, мы будем служить тебе и будем для вас рубить лес, дровосеками будем. Во всех поколениях. А вы будете нас защищать. И они согласились. И когда Иисус Навин увидел, что эти люди его обманули, Бог сказал, ну что поделаешь, очень плохо. Но ты дал Слово. Теперь храни его. Очень интересно. Это говорит, насколько важно наше Слово. В нашем мире оно теряет свою силу. И я вам сказал, что Бог не думает так, как мы думаем. Будьте осторожны. Если вы сказали да, делайте. Храните Слово, если это вам чего-то стоит. Я обещаю, что Бог благословит вас. Будьте человеком Слова. Это даст вам хорошую репутацию, хорошее имя. Люди будут вам доверять. И Бог благословит вас. Это принесет благоволение в вашу жизнь. Но это стоит чего-то, чтобы мы... Это что-то стоит, чтобы мы хранили Своё Слово. Напишите 2 Царств, 21 глава. Гаванитяне снова стали частью истории. Уже спустя много поколений. Саул стал первым царем Израиля. И он убил некоторых гаванитян, которых должен был защищать. Но убил их. Потом было время, когда умер уже Саул. Стал царем Давид. И он был какое-то время царем. И потом наступил трехлетний голод. Не было дождя. Большая проблема для всех. В Калифорнии, например, у нас часто бывает нехватка дождя. Это большая проблема. И знаете, как мы получаем сейчас воду? Если идет снег в Северной Калифорнии. И снег должен быть очень глубоким, таким, как высота этой комнаты каждый год, каждую зиму. И там построили акведук, который доставляет воду из Северной Калифорнии на юг. Потому что это большая пустыня. И вот откуда мы получаем большую часть воды. Если у нас нет воды, это огромная проблема. И у нас уже сейчас засуха шесть лет. В этом году уже чуть-чуть лучше. И, возможно, у них там было пять-семь процентов воды. Давид стал царем. Три года была засуха, был голод. И сказано, что он начал искать Господа. Что-то происходило, и засуха не заканчивалась. Когда у вас проблемы в жизни, и они не уходят, это время искать Господа. И спрашивать, почему. У всех есть проблемы, которые приходят и уходят. Но если проблема за проблемой, год за годом, то что-то не так. Нужно искать Господа. И спрашивать, что не так. И Бог покажет. Он хочет помочь вам, он не хочет, чтобы вы так жили. Это не его желание для вас. Спрашивайте Господа. Давид начал вопрошать Господа. И пророк сказал ему причину. Вот почему проблема. Когда Саул был царем, он убил гаванитян. Это неправильно. Я же теперь царь. Правильно? Почему меня наказывают за то, что сделал Саул? Вы слышите, о чем я говорю? Иногда проблемы в вашей жизни не по вашей причине, не по вашей вине, но из-за неправильных решений других людей. Библия называет это проклятием. Проклятием. Что такое проклятие? То есть, вот это проклятие, и как его разрушить? Поговорим об этом. Царь Давид живет через 400 лет после того, как Иисус Навин заключил союз с гаванитянами. Много времени прошло. США только 200 лет как является страной. А там прошло 400 лет. Что, например, в России происходило 400 лет назад? Кто-нибудь может сказать? Кто главный был 400 лет назад? Айван. The king. Царь Айван. The king. Царь? Да. Айван. Айван. Да. Окей. So, Айван was the boss. Окей. Иван Грозный, допустим, был главным. So, can you imagine Айван made a promise to some people? Представьте, что он пообещал что-то кому-то. And now, 400 years later, you're living in Odessa, and you have a problem here in this city. А спустя 400 лет, вот вы живете в Одессе, и у вас проблемы в городе. Right? And everybody says, why are we having this problem? И все задаются вопросом, чего у нас проблемы? And then they pray, and the prophet speaks and says, it's because of what Ivan did. Before Ivan. И какой-то пророк говорит, это по причине того, что сделал Иоанн Грозный. Everybody think you're crazy. И все подумают, что вы с ума сошли. Много раз. Определенные вещи плохие происходят, потому что кто-то принял неправильное решение до вас. Давид в этом случае ничего не сделал плохого. Но он и весь народ страдали из-за неправильных поступков предыдущих. Допустим, в вашей жизни что-то ваши дедушки, бабушки, прадедушки сделали, и у вас проблемы теперь. Или у города какие-то проблемы, или у нации. И Бог хочет научить нас очищать духовное основание. Когда вы очищаете это духовное основание, проблемы уходят. Что делать? И в этом случае они отправились к гаванитянам. И им нужно было с ними договориться. И получается, что гаванитяне, они были как бы жертвой. То есть они пришли к тем, кто был обижен и спросили, что нам делать. И они решили проблему, и вернулся дождь, и засыпь попросил. Все наладилось. Скажите, все наладилось. Кому нравится, когда все налаживается? Вы должны молиться за свои семьи, за свои жизни. И спрашивайте Господа, если что-то не меняется, в чем проблема? И Бог покажет вам. Потом нужно, как бы, все, что нужно сделать, это определить грех. Или кто-то должен взять на себя даже грех, то есть исповедовать его из этой семьи, кто принадлежит этой семье. Понимаете? Помните, когда молился Даниил? В Исаии, например. Или, ну, пророк Исаия. То есть они исповедовали грехи народа. Даниил не грешил, Исаия не грешил, но они приходили к Господу и говорили, мы согрешили. И вы приходите перед Богом и говорите, моя семья согрешила. И исповедуете грех. И потом просите прощения. Просите быть омытыми в крови Иешуа. Потом берете власть над силой дьявола. и говорите, что ему делать. И останавливаете то, что происходит. И враг должен послушаться. И враг, он как собака, которая бродит по району. Они знают, собаки знают свою территорию. Каждая собака. У меня немецкая овчарка. и везде, где бы я его ни брал, где он метит территорию. Потому что он хочет больше территории. Ему всегда мало, он всегда хочет больше территории. И он нюхает и определяет, кто здесь был. а это ты здесь был, на тебе. А ты на тебе. Он может метить весь день и не пить при этом. Территорию захватывает. Это собачий мир, нам не понять. собаки, например, встречаются, они друг другу попу нюхают. Что ты ел вчера? А, ты лучше вчера поел, чем я. Это собачий мир. Это собачий мир. Кто-нибудь скажите аллелуя. Кто-нибудь скажите аллелуя. Аллелуя. Как действует дьявол? Дьявол, он как эта собака. Как собака. У меня в доме есть сад, есть двор. И если я иду по улице, там какая-то злая собака, я захожу к ним во двор, то собака, она очень агрессивна. Та же самая собака выходит из их двора и идет по улице и приходит ко мне во двор. Эта собака знает, что это мой дом, моя территория. я хожу, мечу территорию в своем дворе. Не, я шучу. Собака знает. Я говорю собаке, а ну иди домой, уходи отсюда. Он уже не агрессивен со мной. У себя дома он агрессивен. пёс. Но если приходит ко мне домой и я говорю уходи, ты не местный. Уходят каждый раз. Вот так действует дьявол. Понимаете, о чем я говорю? Когда у дьявола нет больше власти, и когда вы очищаете основание, вы говорите, что он просто как собака. Он приходит к вам во двор. Если вы позволите ему остаться, он останется. И он пометит все ваши кусты и будет возвращаться каждый день. И будет говорить, что это его территория. Я хозяин. Но если вы скажете, что делать, он знает, что он не имеет никакой власти. Он убежит. Все просто. Понимаете? если вы скажете собаке уйти, а он у себя дома, он становится агрессивным. Придет и укусит. Понимаете? Так действует дьявол. Если дьявол имеет власть, и вы говорите, что делать, он говорит нет, и становится агрессивным. И царь Давид очистил основания. И вещи поменялись. Как изгнать бесов или дьявола? И Шуа сказал, что у нас есть способность изгонять бесов. Нужно очищать основания. Мы говорим собаке убраться. И она уходит. Нет никакого там... Она не начинает быть агрессивной, не боится. Говорите просто, ты не на своем месте, уходи. Уходит. Имеет смысл для вас? Понимаете, о чем я говорю вам? Мы должны очищать основания в наших жизнях. ситуациях, которые не меняются. И потом вещи изменяются. И это работает. Какое-то время назад я отправился на Фиджи. Рядом с Австралией, это Тихий океан. Там есть две народности. местные жители. Малайзийцы. Малайзийцы и полинезийцы. Малайзийцы. Малайзийцы и полинезийцы. Там местные жители были всегда, но недавно стали появляться жители из Индии. Малайзийцы там были, они были каннибалы. Мы тебя убивать и съедать. миссионеры и этот народ принял благую весть. И определенные племена пришли Господу и такова история. Там до сих пор остались вожди, племен. И они занимают определенные места в правительстве. и там демократия они голосуют. Но индусы там очень сильно размножились. И 10 где-то лет назад население сравнялось с местным. То есть 50% индусов и 50% малайзийцев. и малайзийцы стали чувствовать себя небезопасно. Потому что они не хотели терять контроль над своей страной и отдавать его другим людям. И произошли выборы. и выборы не состоялись так, как хотел народ. И военные заявили о том, что они захватят власть в стране и изменят результаты выборов силой. Так и произошло. И это породило много проблем в обществе. в этой стране два лидера. Президент и премьер-министр. Президент он из местного населения, из бывших каннибалов. А премьер-министр выбирает народ. и президент он верующий, бог проговорил ему. И он сказал, вот проблема в вашей стране. Не противостояние между хинду и христианами, что привело к военному противостоянию. проблема в том, что христиане между собой постоянно не находятся в согласии. ты должен собрать всех лидеров разных деноминаций и собрать их себя в офисе. И сказать им, что они должны покаяться. И если они покаяются, то Господь исцелит этот народ. Он так и поступил. Все собрались и попросили друг у друга прощения. И когда они начали просить прощения, в разных маленьких деревнях начало происходить пробуждение. Они подумали, что ого, Дух Святой изливается. И они попросили одного служителя Джона Долсона приехать к ним. и научить их тому, чему я сейчас вас учу последние полчаса. И я поехал с ним. Первый день я встретился с премьер-министром. Потом мы встретились с руководящими людьми в армии, потом с главными бизнесменами, и потом с правительством. Потом в их Белый дом отправились. И когда мы зашли, там где-то был хор из 200 человек, который пел. лидеры этого народа, все там присутствовали. И они просили, что мы их учили о примирении. И потом они собрали целый стадион, где мы учили народ о примирении. И они приняли решение, чтобы создать должность министра примирения. После того, как мы уехали оттуда, началось пробуждение по всей стране. Понимаете, что я говорю? Потому что они начали просить прощения. Они начали брать ответственность за то, что они делали не так. Они начали очищать основания. Проблема Украины сейчас не в самой Украине, а в церкви. Она разделена. Когда Божий народ будет любить друг друга, служить друг другу, тогда Дух Святой и зальется. Понимаете? Так оно действует. Так оно может действовать здесь. Может здесь случиться. В вашей семье. В общине. Когда вы любите друг друга, приходит Дух Святой. Когда вы жалуетесь, боретесь друг с другом, критикуете друг друга, Дух Святой делает очень мало. Проблема не в Боге и не в дьяволе. Вы это проблема, если вы понимаете о чем. Не вы конкретно, но Божий народ. Теперь вы знаете, чем учить людей. Правильно? Вы начинаете очищать основания, и тогда все меняется. Мы отправились тогда в той же стране в тюрьму, где были заключены люди, которые пытались свергнуть правительство. И их собирались повесить. И когда я встретился с премьер-министром, мы с Джоном встретились, и он попросил помолиться за него. Мы возложили руки, помолились за него. И что Бог говорил нам? Я сказал, Бог говорит, чтобы ты не вешал этих людей. Не делай это. В итоге только одного повесили. Но мы пошли в тюрьму, послушайте. Все военные, которые пытались свергнуть правительство, они там находились в особой тюрьме. И я слышал, как они пели прославление. А в определенных странах есть дары вот такие, люди поющие, я не знал этого. Но есть такие народы, что там все могут петь. Все жители Фиджи могут петь хорошо. У них прекрасные голоса. Я когда пою, не очень хорошо получается. Лучше я тише пою, так лучше звучит. И я услышал все это поклонение. И там были все мужчины. И они сказали, мы все выросли в церкви. Мы знаем воскресную школу, история Ишуа. Мы верили. Но это не меняло нашу жизнь. Но когда мы попали сюда в тюрьму, Господь начал открываться нам. И все пришли к Господу. Не 10. Не 20%. 100%. Пришли к Господу. Когда мы пришли, они прославляли Бога, и там было Божье присутствие. Это было очень мощно. Я помню, один человек подошел ко мне со стаканом воды. Он сказал, у нас ничего нет. Он говорит, но я читал Библию. Если дашь воду Пророку во имя Пророка, то получишь награду Пророка. Меня это так смутило. Меня так много. А у них ничего. И они готовились к смерти. Но они сказали, но я хочу дать тебе стакан воды. Понимаете, о чем я? Прекрасно. Вот что случается, когда Дух Святой приходит. Теперь лучше. Я. Передайте, пожалуйста. Помните, платки из тела Павла? Они же исцеляли людей. Кому исцеление? Не, вы только заболеете от этого. Вы понимаете, о чем я вас учу? Дух Святой хочет прийти. Но мы должны очистить основания. Аминь. И мы должны любить друг друга. Служить друг другу, ободрять друг друга. Говорить друг о друге хорошо. Потому что, когда Дух Святой приходит, даже самые трудные ситуации меняются. Те, кто в темнице, они выходят на свободу. Все меняется. Но когда это только вы и ваша проблема, это очень сложно. Нам нужно Божье присутствие. Помолимся, давайте встанем.